Вы все в городе, да? В районах никого нет? Да, у нас... В Тогорске? В свой район и там? Да, все районы там, здесь бывает, только случайно с Эрбов. С Эрбов, сейчас есть случайно с Эрбов. Итак, добрый день, дамы и господа. Сегодня 16 октября, 14 часов, и начинаем сегодняшнее занятие. Сегодня где-то представится сейчас сам, и мы проведем... Тем не менее, включите микрофон. Он декоративный, он включается только в в хрань-источки, или что? Сейчас он и включен, поэтому, в принципе, не нужен. В среднешнем фоне идет накладочка, тогда на второй микрофон. Добрый день, коллеги. Я Бутнюк Александр Александрович, главный анастезиолог управления здравоохранением. Детская область администрации. Значит, мы продолжаем серию лекций по неодолжим состояниям для практики врача семейной медицины, общей практики. В принципе, мы уже общались, у нас был уже один тур, таких лекций. Значит, поступили от некоторых главных врачей Центра первичной медицинской помощи и районов, и города. Поступили предложения, пожелания по тематике, ну, в частности, всех, для всех лекторов, и в частности, для меня, как лектора по неодолжим состояниям. В принципе, темы те же самые просят озвучивать еще раз. Это реанимационное мероприятие, это шоки. Интересная тема тромбо- и боли- и легочной артерии и особенности введения пациентов уже после тромбо- и боли- и легочной артерии. Отравления считаются актуальными, особенно акцентировали, попросили акцентировать внимание на отравлении алкоголем и суррогатами, и грибами. Итак, ну, первая лекция наша будет посвящена сердечно- и легочной и церебральной реанимации. Скажите мне, коллеги, ну, я обращаюсь с тем, кто присутствует тоже в зале, кто вот мне назовет, какой приказ регламентирует проведение сердечно- и легочной реанимации врачами, независимо от любой специальности, это скорая помощь, это стационары, врачи-хирурги, анастезиологи, это семейные врачи, вот каким приказом в Министерстве здравоохранения регламентирует вот этот протокол, кто знает. Вот, видите, значит, не зря вы пришли, потому что этот вопрос нужно знать уже. Приказ номер 34, 34, 34, от 15 января 2014 года, то есть, видите, уже сколько времени прошло, и все-таки не все знают о нем. Значит, этот приказ по экстренной и неотложной медицинской помощи, там 22 протокола клинических, и один из них протокол, который называется раптово-сорцево-смерть, раптово-сорцево-смерть, да, внезапная сердечная смерть. И здесь четко описаны все ваши, наши действия по диагностике и по терминальных состояниях, и по проведению реанимационных мероприятий, при том или другом виде остановки сердечной деятельности. И, в принципе, это уже юридический документ, по которым оценивается уже действие врача. Год назад еще этого протокола не было, мы руководствовались методическими рекомендациями по сердечно-легочной и серебральной реанимации, которые были написаны анестезиологами. Но вы должны помнить одно, что данные протоколы, это не просто выдумка нашей опорной кафедры по неотложным состояниям, это данные Европейского совета по реанимации. Это протокол Европейского совета по реанимации, который у нас уже утвержден приказом Министерства здравоохранения, практически полностью этот протокол, он переписан в этом приказе, и через год он будет пересмотрен уже. Немножко с таким большим опозданием мы утверждаем и осваиваем эти протоколы, ну хорошо, что он уже есть. Итак, с чего мы начнем? Я несколько слов еще раз вам напомню, что такое терминальное состояние, потому что реанимационные мероприятия мы проводим пациентам или пострадавшим, которые находятся в терминальном состоянии. Какие вы знаете терминальное состояние? Это предагония, агония и клиническая смерть. И в частности, сердечно-лёжечная реанимация или так называемые реанимационные мероприятия проводятся при, если пострадавший находится в состоянии клинической смерти, да, есть признаки клинической смерти. Какие признаки клинической смерти? Абсолютные и относительные признаки клинической смерти. Первое. Абсолютные признаки. Остановка кровообращения, то есть отсутствие пульса на магистральных артериях, отсутствие сердечных тонов при аскультации сердца. Первое. И второе. Остановка дыхания. Апноя. То есть это два основных признака, когда вы скажете, да, у больного, больной находится в состоянии или пострадавшей состоянии клинической смерти. Относительные признаки. Двухсторонний медряс. Почему? Относительно, потому что медряс может быть связан и с отравлением эфедрином, и с введением симпатомиметиков и так далее. То есть это такой признак неабсолютный, ненадежный. Поэтому двухсторонний медряс, атония, арифлексия, нет, вы пока вернитесь, я потом скажу, куда листать. Атония, арифлексия, бледность или цианоз кожных покровов. И, естественно, отсутствие сознания. Больной без сознания находится или пострадавший. Потому что когда говорят, что мы реанимационные мероприятия проводим больному сознанию, ну, мягко говоря, не грамотно. Да. Я вас прошу, чтобы мы больше не возвращались к этому вопросу. Биологическая смерть – это не терминальное состояние. У нас вот некоторые наши коллеги, когда спрашивают, что такое терминальное состояние, правильно называют и продолжают еще до биологической смерти. Биологическая смерть – это все уже. Это необратимые изменения в организме и не требуют проведения реанимационных мероприятий. На этом мы закончим вот эти вот все вопросы, то есть неточности. Три терминальных состояния – предагония, агония и клиническая смерть. Дальше. Следующий пункт, на котором мы должны подробно остановиться, который прописан в клиническом протоколе Министерства здравоохранения – это стадии сердечно-легочной и церебральной реанимации. Этих стадий три. Вы их помните. Кто помнит, кто немножко забыл, я сейчас вам их напомню. Следующий стадий. Первая стадия – это стадия, эту стадию, должны знать и уметь проводить все врачи любой специальности, даже те, что опаздывают на лекции тоже, и даже парамедики. Эта стадия называется как? Элементарное поддержание жизнедеятельности. Написано. Элементарное поддержание жизнедеятельности. Она включает в себя три пункта. Три основных пункта. На чем основана вся сердечно-легочная реанимация. Потому что если мы не выполняем вот эти три пункта правильно, то все остальные наши попытки – электроимпульсная терапия, аминекоментозная терапия, безуспешные. Итак, первый пункт – это восстановление кровообращения. Восстановление кровообращения. Каким методом мы можем восстановить кровообращение коллеги? Это непрямой массаж сердца и прямой массаж сердца. Правильно? В вашем случае, понятно, вы проводите непрямой массаж сердца. Сразу же уточняю. Точка компрессии при проведении непрямого массажа сердца. Где мы накладываем руки для проведения непрямого массажа сердца? Вы помните? А? Между средней и нижней трети грудины. Да? Средняя и нижняя треть грудины. Вот это вот. Или проще. Два-три пальца выше грудина мечевидного сочленения. Не мечевидного отростка, а грудина мечевидного сочленения. Это точка компрессии. Глубина компрессии около 5 сантиметров. Около 5 сантиметров. Глубина компрессии. Дальше. Какое соотношение частоты вдохов и компрессий по новым рекомендациям, по протоколу Министерства здравоохранения? Два вдоха, 30 компрессий. Два вдоха, 30 компрессий. Так, чтобы за минуту было не меньше 8-10 вдохов и не меньше 100 компрессий. Вы запомнили? Не меньше 100 компрессий. Длительность реанимационных мероприятий. Сразу же я отмечаю это не меньше 30 минут. От 30 до 40 минут мы проводим все реанимационные мероприятия. От 30 до 40 минут. Каждый цикл составляет 2 минуты. 2 минуты мы провели реанимационные мероприятия, остановились на 10 секунд, проверили эффективно, неэффективно. Если неэффективно, опять 2 минуты продолжаем реанимационные мероприятия. Итак, непрямой массаж сердца понятно. Соотношение вы запомнили. Новое вдох и компрессий. Следующий пункт в этой же стадии, элементарное поддержание жизни вы видите, это восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей. Я вам перечислю, какие есть на этом белом свете методы восстановления проходимости дыхательных путей. И потом акцентирую то, какими методами вы должны владеть обеспечением проходимости дыхательных путей. Итак, первый метод это тройной прием сафара. Первый метод тройной прием сафара. Запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти вперед и открывание ордов. Запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти вперед и открывание ордов. Сразу же вам обращаю ваше внимание, что запрокидывание головы противопоказано в каких ситуациях? Травма шейного отдела позвоночника. Или это травма, дорожно-транспортное происшествие. Или какая-то травма, да, прямая нанесенная травма каким-то предметом, да, в область шеи. Повешение. Коллеги, если есть повешение, то запрокидывать голову не надо, потому что они условно идут с повреждением шейного отдела. Травма ныряльщика. Травма ныряльщика. Тоже всегда, очень часто сопровождается переломом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Следующий метод восстановления проходимости дыхательных путей – это санация родоглотки. Санация родоглотки может быть выполнена с помощью электроотсоса. Или мы одеваем перчатку, да, и пытаемся максимально освободить родоглотку от ненародных тел, от крови и так далее. Можно на зажим просто взять шарик, трунду и тоже убрать. Если можно, буквально на 30 секунд. Сейчас делаем маленький технический перелик. Да. Там просто стоим чуть-чуть. Подключаются же. Хорошо. Сейчас я скажу про дыма. Я уменьшу освежение. Есть. Дальше. Следующий метод восстановления проходимости дыхательных путей – это использование воздуховодов. Ротоглоточный воздуховод. Есть у вас вот в укладке, да, на вашем рабочем месте, да, ну, в шкафу нет ложной помощи и воздуховод. Нет, так? А у кого-то есть? Не у кого-то. Ротоглоточный обычный воздуховод. Или С-образный воздуховод. Значит, это самый простейший метод. Этим методом должны владеть даже фельдшера и медсестры использованием воздуховодов. Следующий метод я перечисляю для вас. Это использование лорингиальной маски. Золотой стандарт является золотым стандартом. Интубация трахеи. Дальше. Коникостомия и трахеостомия. Коникостомия и трахеостомия. И если инородное тело верхних дыхательных путей у пациента, да, у пострадавшего, то мы должны использовать прием какой? По автору Гейбриха. Гейбриха, правильно? Молодец. Наверное, у нас училась, в нашей группе. Прием Гейбриха. Вы охватываете пострадавшего сзади, становитесь с него, охватываете нижнюю трею рудной клетки и делаете несколько, два резких движения на себя. Достаточно. В этот момент должно инородное тело вылететь из верхних дыхательных путей. Если этого не происходит, и у пациента инородное тело застряло, да, обтурировало, допустим, гортань очень плотно, его извлечь невозможно в вашем случае, или это отек гортани, не дай бог, отек квинке, да, или это ларингоспазм, то тогда вы должны выполнить что? Какой инвазивный метод обеспечения проходимости дыхательных путей? Коникостомия. Понятно, что трахиостомию вы не делали и, наверное, делать никогда не будете, если вы только не станете в следующем году отоларинбологом. Итак, коникостомия. Самый безопасный и простой метод восстановления проходимости. Вот в этой ситуации, ларингоспазм, отек легких, или плотная обтурация гортани инородным телом. Коникостомия, вы знаете, где находится лигоментом коником, между щитовидным и непрестивидным хрящем. Или вы можете взять крупный внутривенный катетер, вот этот, да, периферический, и ввести в эту связку. С чувства провала вы получили аспирацию воздух, и больной же будет даже через эту флексюлю дышать сам. Или делается разрез этой легоментом коником, и вводится туда обычная, небольшого диаметра, или это детская индубационная трубка. То есть любая трубка небольшого диаметра, это может спасти жизнь человеку до прибытия бригады экстренной, неотложной медицинской помощи. Ну что, если это случилось, то бригада в течение 10 минут может приехать. Если тяжелая гипоксия, то больной к этому времени уже будет находиться в состоянии клинической смерти. Итак, какие методы восстановления проходимости дыхательных путей вы можете, должны использовать на своем уровне оказания медицинской помощи. Это тройной прием сафара 1, это санация водоглотки 2, это использование воздуховодов 3, и это коникостемия, если понадобится, то есть как альтернатива, ну на вашем этапе альтернатива может быть трахеростемия 3. То есть вот эти вот основные методы. Все, что остальное, я назвал, это прерыватива уже экстренной помощи, центра экстренной помощи и госпитального этапа. И третий пункт этой стадии, элементарного поддержания жизни, это искусственное поддержание дыхания. Искусственная вентиляция людей, искусственное дыхание. Есть два метода искусственного поддержания дыхания. Это методы безаппаратные, то есть рот в рот, рот в нос в рот. И самый сейчас такой часто использованный метод, который и безопасный для вас этот метод, и более эффективный для вас этот метод, это использование мешка амбу. Лицевая маска прозрачная, которая подсоединяется к мешку амбу, саморасправляющемуся, самый простой метод проведения искусственной вентиляции руки. Особенно если есть признаки аспирации, реглогитации содержимого кишечника или желудка, или есть кровотечение, лицевая травма и так далее. Поэтому это более безопасный для вас метод будет. И аппаратный метод проведения искусственного поддержания дыхания, это с помощью аппарата искусственной вентиляции руки. Итак, на вашем этапе лучше всего это мешок амбу с лицевой маской. Если нет, тогда придется вам через маску лицевую дышать больного рот-рот. Но при этом можно прикрывать нос. Вот эти основные пункты мы проговорили. Следующий слайд. Следующая стадия, видите, это следующая стадия, она называется дальнейшее поддержание жизни. Она тоже вас касается. Сердечно-лёгочная реанимация. Следующий пункт. Это вот, видите, диагностика остановки сердца, то, о чём я говорил. Правильное спроведение сердечно-лёгочной реанимации, в частности, непрямого массажа сердца. Дальше. Ну вот, тройной приём сафара, да, запрокидывание головы, выдвижение нижней челюсти вперёд и открывание рот. Следующий пункт. Ну, искусственное поддержание дыхания. Это рот-фот или в дуба цитрахи, но в вашем случае это использование мешка амбу с лицевой, понятно, маской. Следующий. Приём геймриха, да, о чём я вам говорил. При инородном теле верхних дыхательных путей. Следующий слайд. Вторая стадия сердечно-лёгочной реанимации, это дальнейшее поддержание жизни. Дальнейшее поддержание жизни. Она тоже включает в себя три пункта. Первый пункт. Медикаментозная терапия. Медикаментозная терапия. Второй пункт. Это электрокардиография. В вашем случае это электрокардиография. Или электрокардиоскопия. Это уровень уже центра экстренной помощи медицинской и воспитальной уровень подключения. Ну, чем отличается электрокардиография от электрокардиоскопии? Помните? Электрокардиоскопия – это монитор, подключается к больному. И мы постоянно в онлайн-режиме видим изменения в кардиограмме. А электрокардиограф – это отдельный аппарат, который необходимо остановиться с проведением сердечно-влевочной реанимации и снять там несколько отведений. А электрокардиоскоп – это многофункциональный момент, он показывает и чисто сердечное сопрочение, и насыщение крови кислородом, и артериальное давление, автоматическое измерение. Ну и понятно в любом отведении стандартном или грудном электрокардиограмме. Итак, и последний пункт второй стадии – это дефибрилляция. Есть у вас дефибриллятор на этапе? Нет. Итак, начнем с медикаментозной терапии. Для того, чтобы вводить препарат, да, лекарственный, мы должны знать пути введения лекарственных препаратов при проведении сердечно-влевочной реанимации. Правильно? Какие пути могут быть? А? Значит, сразу вам называю пути введения, которые утверждены Европейским советом по реанимации и переутверждены Министерством здравоохранения Украины. Внутри вены и внутрикосный. Внутри вены и внутрикосный. Ну, внутрикосный не работает путь, потому что у нас нет этого оборудования для введения препаратов, допустим, в грудь, да, в рецовой кости или в кристалляхо и так далее. То есть остается только внутривенный путь. Внутривенный путь – это периферическая вена и центральная вена. В вашем случае это периферическая вена. Как это сделать? Я вам объясняю. Если вы будете правильно проводить непрямой массаж сердца, то опытная медсестра может поставить даже синий катетер периферический, периферическую вену. Потому что при правильном проведении непрямого массажа сердца обеспечится минимальный сердечный выброс, а это минимальное наполнение вен. Они не будут спавшиеся. Только надо это делать правильно и нужна опытная средняя медровая. Я могу привести несколько примеров, когда есть ситуация вверх. Дальше. Значит, какие препараты используются для вот этого этапа миникамитозного? Это адреналин, он остался. Я потом уже когда буду конкретно рассказывать о алгоритме при асистолии, при ферберляции желудочков, я остановлюсь на этих препаратах. Хочу сказать одно, что атропиносульфат исключен из этого списка, он уже не является препаратом, который проводится при сердечно-лёжечной реанимации. Дальше. Кальция хлорид или кальция глюхонат вводится четко по строгим показаниям. То есть препараты кальция. Какие это показания? Это передозировка кальциевых блокаторов. Передозировка кальциевых блокаторов. Это гипокальциемия, особенно у больных, которых оперировали на щитовидной железе. Убрали всю щитовидную железу, да, тереоэктомию выполнили. Гиперкалемия. У больных почечная недостаточность. В вашем случае это может быть хроническая почечная недостаточность. Стадия анурия. То есть там всегда бывает гиперкалемия, она может стать причиной остановки сердечной деятельности. Поэтому вот это четкие показания к введению препаратов кальция. Если этих показаний нет, кальция тоже не вводится. Дальше. Ну, прозвучал такой путь введения лекарственных препаратов, как внутрисердечный путь. К сожалению, внутрисердечный путь введения лекарственных препаратов при сердечно-лёжечной реанимации уже 10 лет. как исключён из протокола. Почему? Во-первых, большое количество осложнений в виде ранения сердца, некроза миокарда, ранения лёгкого с развитием пневмоторакса и так далее. А представляете, если необходимо вводить 5-8 раз лекарственные препараты, что будет? Вы шаблу не оставите в сердце и будете там каждые 2-3 минуты вводить лекарственные препараты? Нет. То есть путь очень неудобный и путь очень опасный. И очень много осложнений было. Поэтому его исключили ещё 10 лет назад из протокола по сердечно-лёжечной реанимации. Дальше. Электрокардиография или электрокардиоскопия. Зачем нужно больному, который находится в состоянии клинической смерти, которым проводится анимационное мероприятие, снимать кардиограф? Скажите. Молодец. А сколько у вас? 5 было или 4? Я не помню, что 5. А какой вы университет закончили? Важно. Ну, на кафедре анестезиологии же вы были? На салфе. Ну, чувствуется. Да, работа. Значит, для того, что коллега правильно сказала, для того, чтобы определить механизм остановки сердца. Почему, коллеги, мы должны знать механизм остановки сердца? Потому что разные есть механизмы, вы уже поняли. И в зависимости от того или иного механизма разные реанимационные мероприятия, специализированные. Понятно, что ИВЛ, массаж сердца, обеспечение проходимости, независимо от механизма, оно одинаково, этот пункт. Но специализированный этап, вот этот, миникамитозная терапия и так далее, это уже необходим подход в зависимости от того или иного механизма. То есть, если это асисталия, то, понятно, дефибрилляцию мы проводить не будем. Или наоборот, если это фибрилляция желудочка, то обязательно мы должны проводить дефибрилляцию и вводить антиаритмические препараты, да? А при асисталии дефибрилляцию и антиаритмические препараты мы не проводим, да? И не вводим. Поэтому, какие есть механизмы остановки сердечной деятельности? Первое. Асисталия. Когда на ЭКГ изолилизация. А кто вас преподавал? Не помните? Ну, мужчина, женщина. Швард. А, Георгий Федорович. Я тоже один-то преподавал. Сегодня у нас еще не стабильная связь. Ну, сегодня праздник большой. Анастезиологом работать нельзя. Да, все уже закончилось. Вы смотрите, потому что управление смотрит, потом будете выходить на шестом этаже. на канатку. Да, 168 лет с момента проведения первого накоса. В 1846 году провели. Ну, официально. Это официально. Первый накос, экстракция зуба. Официально. То есть, через два года, на эпоху, он будет нормально. Двести лет было. Правда? Рождение специальности. Значит, асисталия, да? На электрокардиограмме, я с ними пока так побеседую. На электрокардиограмме будет изолиния. Дальше. Ну, вот основные три этих механизма остановки. Ну, вы, в принципе, у вас же курсы были. Вы как-то ориентируетесь, да? По электрокардиограмме. На кафедре, наверное, семейной медицины, общей практики, наверное, серьезное внимание уделяют. Да? Расшифровки электрокардиограммы или нет? Конечно. А? Серьезно. Так, мы, когда мы восьмой сети можем подозрать. Следующий механизм после асисталии, это фибрилляция желудочков. Фибрилляция желудочков. И третий механизм, ну, там два механизма в нем. Это электрическая активность без пульса, он называется. Электрическая активность без пульса. Туда входит прадиаритмия, да? И электромеханическая диссоциация. Есть такой механизм тоже. Ну, прадиаритмия может, да, остановка сердца быть у больных с полной АВ-блокадой. Сначала синдром марганин-эдамсустокса, они теряют сознание, вплоть до пульс там 20-18, и потом остановка сердечной деятельности, и все. То есть, у больных с АВ-блокадой полной, может быть, механизм. Дальше. Теперь, зная механизмы, мы должны знать и причины остановки сердечной деятельности, да? То, что в чем заключается успех проведения реанимационных мероприятий. Первое. В чем? Первое. Своевременно надо начать, да? Не теряя ни секунды лишней реанимационные мероприятия. Второе. Мы должны проводить правильно эти реанимационные мероприятия, да? Особенно первую стадию, элементарное поддержание жизни. Третье. Что? Мы должны знать механизм, по какому, да, механизму остановка сердечной деятельности, чтобы проводить специализированный протокол уже вводить в действие. И четвертое. Я так в общем говорю четвертое. Это все важные вещи. Знать причину остановки сердечной деятельности. Потому что если причину мы не устраняем, то реанимационные мероприятия, они будут безуспешны в большинстве случаев. Итак, какие есть причины остановки сердечной деятельности? Есть правила вот в этом протоколе, министерском и европейском, правила 4Г и 4Т. Правила 4Г. Это самые частые причины. Гипоксия. Смотрите, вот клинический вариант. К вам обращаются, да, люди задыхаются, отек квинки нарастает, отек гортани, раз, посинел и остановилось сердце. Остановилось дыхание, остановилось сердце. То есть пока вы не восстановите проходимость дыхательных путей, а в этом случае надо будет только или коникостомия, или трахерстомия выполняется, то все реанимационные мероприятия, которые вы будете проводить, а вы обязаны все равно их проводить, они будут малоэффективны. Потому что нет доступа к кислородам. Вот и все. Поэтому, гипоксия, дальше, гипотермия, общее переохлаждение, третья степень, ранее тяжелая такая, гипотермия, гиповалемия, это кровотечение, массивное кровотечение, смертельное кровотечение. И надо хотя бы подключить, да, катетеризировать вену и начать инфузионную терапию проводить в быстром темпе, не меньше 100 мл в минуту. А лучше катетеризировать две периферических вены. И четвертое Г, ну, оно включает много компонентов Г, это гипокалемия, это гиперкалемия и различные метаболические нарушения. И различные метаболические нарушения. Это 4Г. 4Т. По причинам. 4Т. Тампона до сердца. Это может быть гемоперикард, это может быть гидроперикард, это может быть эксудативный перекардит. Это тензион, напряженный пневоторакс. Следующее Т. Это напряженный пневоторакс. И пока вы закрытый, да, напряженный пневоторакс не переведете в открытый, хуже будет пациенту. Никакой эффективности реанимационных мероприятий не будет. Потому что средосение будет смещено в здоровую сторону, легкое будет коллабировано, и это будет напрасный труд. Дальше. И следующее Т. Это токсическое действие различных ядов, препаратов. И последнее это тромбоз. Тромбоз сосудов. В частности, тромбоз легочной артерии. Тромбоэмболия легочной артерии. Эмболия околоплодными водами, воздушная эмболия, жировая эмболия. Ну, чаще всего это тромбоэмболия и очной артерии. Вот вам правила 4G и 4T. То есть люди уже подумали за нас, придумали эти правила для того, чтобы запомнить и в такой непростой ситуации четко идти по этому алгоритму и отсекать. На это не похоже, на это не похоже. То есть какая же причина может быть остановки сердечной деятельности. Дальше. Следующий вот этот тот пункт, это дефибрилляция. Ну, все равно, коллеги, вы должны знать. Если даже нет у вас дефибриллятора, вы должны все равно ориентироваться, зачем это нужно, какие показания при использовании дефибриллятора, какой разряд необходимо использовать, безопасность проведения дефибрилляции и так далее. Итак, показания к проведению дефибрилляции. Это фибрилляция желудочков, это фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия без пульса. Механизм остановки сердечной деятельности, фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия без пульса. без пульса какой разряд рекомендуется использовать для дефибрилляции точки наложения электронов чем смазывать отвечаю на эти вопросы первое смазывайте специальным гелем который идет в наборе с дефибриллятором если уже гелия этого нету или он просроченный или потерялся где-то необходимо использовать гипертонический раствор смачивали гипертоническим раствором натрия хлорида но если уже нету гипертонического раствора натрия хлорида нету геля тогда хотя бы физраствор точки наложения значит дефибрилляторы в основном используются сейчас биполярные один электрод накладывается на верхушку сердца второй электрод накладывается ниже правой ключицы вдоль правого края грудины ну второй и третий межеверия понятно да ниже правой ключицы первый разряд может быть 150-200 джоулей 150-200 джоулей первый разряд и этот разряд бывает эффективен в 95-96% случаев если этот разряд не эффективен тогда мы увеличиваем силу до 300 джоулей если второй разряд не эффективен тогда мы усиливаем до увеличиваем силу до 360 джоулей и последующие разряды уже не ниже 360 джоулей мне задавали вопрос тоже коллеги тоже семейные врачи и врачи скорой помощи а вот у нас есть дефибриллятор который дает не больше 200 джоулей значит 200 джоулей и все максимально вы видите эффективность 200 джоулей 150-200 джоулей это 95-96% следующий пункт вы должны чем раньше тем лучше начать проведение дефибрилляции на каждую минуту затянутую несвоевременно проведенной дефибрилляции эффективность с каждой минуты снижается примерно на 7% а теперь посчитайте если прошло 10 минут и у страдавшего фибрилляция желудочков и через 10 минут мы только проводим дефибрилляцию то есть примерно эффективность будет снижена на 70% и только эффективность будет в 30% случаев а через 20 минут практически сводится к нулю эффективность дефибрилляции ну по данным по рекомендациям Европейского совета по реанимации но это не значит что этого не нужно проводить это нужно проводить но эффективность крайне низкая будет есть вопросы у вас по дефибрилляции нет вопросов еще здесь я пару слов скажу это пример из практики неделю назад была тоже такая ситуация вот там не нужна была дефибрилляция нужна была кардиоверсия у пациента была мерцательная тахиаритмия выраженная тахиаритмия со снижением артериального давления аритмогенный коллапс с низкой сатурацией вот как ваши действия какие вот если у вас такой пациент и у вас есть возможность проведения электроимпульсной терапии вы начнете с консервативной там амиадарон там и так далее или вы будете все-таки или там много каинамид с мизодоном чтобы и так не понизить то давление которое низкое уже или вы начнете с кардиоверсии значит сразу же говорю это показания к проведению электроимпульсной терапии если есть нарушение ритма особенно тахиаритмия с низким артериальным давлением ну я вам просто говорю что когда сказал что давайте проводите кардиоверсию там бывает 100 джоулей достаточно чтобы восстановить ну они использовали 75 джоулей и сразу же ритм восстановился сразу же говорят а мы боимся мы сейчас вот сделаем кардиоверсию как говорят стрельнем и у больного остановится сердце я говорю что вы понимаете если вы не проведете электроимпульсную терапию то в большинстве случаев будет остановка сердечной деятельности или мерцательная да тахиаритмия фибрилляция предсердий может трансформироваться в фибрилляцию жерничков или в асистолию с остановкой сердечной деятельности как только они провели кардиоверсию сразу же восстановилось давление до 120 сатурация повысилась до 96% больной уже ну он такой был в оглушенном состоянии сознание ясное и больше таких эпизодов не повторялось поэтому вы не повторяйте чужие ошибки еще хорошо что это был молодой человек и были какие-то резервы потому что был бы постарший человек с анамнезом кардиологическим то это могло бы очень плохо закончиться следующее слово ну то что я говорил электрическая активность без пульса фибрилляция желудочков и желудочков от их карди без пульса есть следующее слово механизм третья стадия это так вы должны все в принципе знать ну не все вы конечно можете сделать но вы должны быть в курсе итак третья стадия сердечно-левочная реанимация это высоко специализированное оказание уже медицинской помощи уровень отделения интенсивной терапии отделение анастезиологии интенсивной терапии или уровень отделения интенсивной терапии с усудистой мозговой недостаточностью. Вот эти три пункта уже мы оцениваем, это длительное продержание жизни или мозговая реанимация. Мы уже вот эти, вот эта стадия подключается, когда мы успешно провели реанимационное мероприятие, есть признаки оживления и мы оцениваем состояние пациента по шкале Комглазба. Мы восстанавливаем нормальное мышление, используются препараты, церебропротекторы, тот же цитиколин, и тот же глиотилин, и так далее, и так далее. И самое главное, это интенсивная терапия, постреанимационные болезни. Почему? Потому что в первую очередь какой орган страдает? Доловной мозг, нейрон. Ну, конечно, если глобальная гипоксия, ишемия организма на момент остановки сердечной деятельности, то возникает постаноксическая энцефалопатия. Если мы реанимировали пациента, ну тут еще нужно понаблюдать, то что в дальнейшем может быть тяжелый неврологический дефицит за счет постаноксической энцефалопатии. Вот для этого и направлено вот этот третий пункт, интенсивная терапия постреанимационной болезни. Есть пять стадий постреанимационной болезни, и на это направлены все наши мероприятия, для того, чтобы уменьшить проявление этой постаноксической энцефалопатии, для того, чтобы уменьшить этот неврологический дефицит, и защитить нервные клетки, нейроны от гипоксии. Среднейшей стороны. То есть это уже не ваше право. Ну вот основные те, что пункты я говорил, нововведения, 30 компрессий, 2 вдоха и не меньше 10 дыханий в минуту, и не меньше 100 компрессий за минуту должно проводиться. Следующий. Вот уже насколько упросили, насколько, потому что доктор всегда занят, и много информации, упросили универсальный алгоритм, сердечно-влевочной реанимации в зависимости от механизма остановки сердечной деятельности. Итак, два варианта. Первый вариант. Асистолия, да, если возникает асистолия или электрическая активность без пульса, что мы должны сделать? Первое. Да, вот, больного асистолия. Остановка сердца. Мы должны начать элементарное поддержание жизни, да? Непрямой массаж сердца, НВЛ, и восстановить проходимость дыхательных путей и НВЛ. Следующий этап – это внутривенное введение лекарственных препаратов. Адреналин и так далее. Адреналин по 1 мг. Каждые 3-5 минут до 5 мг максимально нужно введение. И самое главное – вне нервы. Вы сразу вот перед вами правила 4 Г и 4 Т. Это не для нас нет. Нет, нет. Правила 4 Г и 4 Т. Коллеги, вы проводите сердечно-влевочную реанимацию, элементарные мероприятия. И сразу же думаете, а какая же причина. Начинаете диагностический поиск. Вот у вас правила. Оно перед вами. И дальше вы каждый, видите, цикл каждые 2 минуты. Через 2 минуты остановились, 10 секунд оценили состояние. Дальше продолжили эмоциональное мероприятие. И так 30-40 минут. И второй пункт, смотрите. Это фибрилляция желудочков или желудочка тахикардия без пульса, если на ЭТ. Если нет возможности провести электрокардиограмму, снять, да, и установить механизм. Но это статические такие данные. То есть примерно процентов 70-80 всех остановок сердечной деятельности это фибрилляция желудочка. Поэтому вы можете, не имея электрокардиографа, примерно пойти по алгоритму фибрилляции желудочка. Что для этого? Если у вас нету дефибриллятора, и в первые 10 секунд вы зарегистрировали остановку сердечной деятельности по типу фибрилляции, проводите прекардиальный удар. Один раз, достаточно. Если это уже прошло там 2-3 минуты, его не надо проводить, прекардиальный удар. Прекардиальный удар наносится в какой точке? В какой точке наносится? Помните? Не помните. Там же, где и проводится компрессия, где мы проводим непрямой массаж сердца. В этой точке. Но 2-3 пальца выше грудинами очевидного сочленения, или средняя, граница между средней и нижней третьей, грудинные. Однократно нанесли. Если не восстановился ритм, тогда дефибрилляция 150-200 джоулей. И если ваш дефибриллятор позволяет 300-360, потом вы наращиваете с каждым сеансом. Дальше. Помимо этого, вы проводите непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Выводите адреналин внутривенно по 1 мг каждые 3-5 минут до 5 мг максимально. То же самое, как при асистолии. Но здесь еще добавляется универсальный антиаритмический препарат. Как он называется? Амиадарон. Ну, он там под разными названиями. Кардарон, аритмил, и так далее. Вводится амиадарон обязательно. Значит, доза амиадарона какая, помните? 300 мг, болюс наводите, ну, 400 до 450 мг. Максимальная доза суточная до 900 мг. Если у вас нет амиадарона, вы можете использовать 2-процентный, коллеги, 2-процентный, а не 10-процентный. 2-процентный лидокаин. 2-процентный лидокаин. 3-4 мл. Разводите на физрастворе, на 10 мл физраствора. И внутривенно-полюсно выводите. Но это в том случае, если отсутствует амиадарон. Понятно? Амиадарон, если отсутствует. 3-4 мл. 2-процентного лидокаина. При фибрилляции желудочков или при желудочке этой хердии без пульса. Ну и несколько слов о особенностях проведения сердечно-лёжечной реанимации у беременных. Дай Бог, чтобы этого не было никогда. Вы должны знать. Значит, смотрите, если срок гистации 22-24 недели, то всё то же самое, как по, о чём я вам говорил уже, алгоритм такой же, никаких особенностей нет. 22-24 недели. До 22, точнее. До 24 недели гистации. Дальше. Если срок гистации более этого срока, тогда сердечно-лёжечная реанимация осложняется на фоне прогрессирующих изменений анатомии, физиологии, периодов. Следующий слайд. Какие это факторы? Три больших группы. Это факторы, которые осложняют обеспечение проходимости дыхательных путей. А что осложняет проходимость дыхательных путей? Особенно, если это гистоз, да? Средняя тяжесть или тяжёлая. Отёк языка. Отёк гортани. То есть, тяжело вам обеспечить эту проходимость дыхательных путей. Факторы, которые препятствуют проведению вентиляции. Большая грудь. Тяжело провентилировать. Отёк гортани может быть. Большой язык, он мешает проводить ИВЛ. Это препятствие, механическое препятствие. И факторы, которые влияют на эффективность массажа сердца. Ещё есть факторы, которые беременные в этом уже сроке фистации. Это высокая потребность кислородия. Высокая потребность кислородия. И низкая функциональная ёмкость лёгких. Запасов кислорода мало в лёгких. Функциональная ёмкость снижена до 20%. Высокая потребность кислородия. Поэтому очень быстро наступает гипоксия беременных. И факторы, которые влияют на эффективность массажа сердца. Беременная матка, да, повышается внутрибрюшное давление. Смещается диафрагма вверх. Соответственно, смещается что? И средостение вверх. Поэтому точка компрессии немножко выше. Это средняя треть грудины. Средняя треть грудины, примерно. Точка компрессии. Понятно? Следующее. То, что я вам помните, говорил о дефибрилляции, уменьшается на 10% каждую минуту, если мы опаздываем с проведением дефибрилляции. А в первые три минуты, если мы начали, ну, фибрилляция желудочка, восстановки сердца, мы начали проводить дефибрилляцию, то 74% она эффективна будет. Поэтому, чем раньше, тем лучше, что вещество. Ну, и еще раз я вам напоминаю алгоритм выполнения дефибрилляции. Включить все дефибрилляторы, нанести гель, или нету геля, мы договорились, это гипертонический раствор, нету гипертонического матриаклорита, физраствор. Наложить электроды, верхушка и до сердца, и второй электрод ниже правой ключицы, вдоль правого края грудины. Оценить ритминг, то есть, да, еще раз механизм остановки сердечной деятельности. Набрать необходимый заряд, при этом вы говорите зарядка, чтобы все уже были в курсе всех коллег, которые оказывают реализационные мероприятия. Дальше вы говорите отойти, убрать руки, то есть от пациента, от кровати и так далее, для того, чтобы не было электротравм. И, например, после этого нажимаете кнопки, и сами отходите от пациента, открываете на электродах, разряд. После этого оцениваете электрокардиограмму, оцениваете пульс. И дальше уже работаете, в зависимости от, как раз он восстановился, ритм не восстановился, дальше вот по правому полу. Следующее. Спасибо. Есть у вас вопросы? Нет. Нету вопросов? То есть я так расцениваю, что ничего не понятно, если вопросы вы говорите. Нет, но это неприменимо для нас. У нас будет какой-то тренинг, рот в рот и декористовое самоседовое. Все, что мы можем делать. Хорошо. Ну, хоть это. Если вы это правильно будете делать, то я думаю, что... Как это правильно делать, если вы не практический канал? Правильно. Ну, давайте так. Теория и практика – это великое дело. Поэтому теорию мы вам сейчас... У нас же задача теоретически дать материал. А практически уже, наверное, на кафедре, допустим. У вас когда пасы и так далее, у вас же сейчас смежные циклы на кафедре, наши манекены. У нас есть сейчас симуляционный центр в медуниверситете. Поэтому, когда вы будете проходить курсы, наверное, уже вот это все... Нет, сейчас уже только открыто. Только открыто. Поэтому не переживайте. Мы идем в будущее. Отобрать. Вопросов в сфере? Вопросы в сфере? Вопросы в сфере? Вопросы в сфере? Нету вопросов в сфере. Они, наверное, проверяют сейчас приказ и то, что я говорил. Наверное. Дальше. Следующая тема. Это острое отравление. Диагностика и неотложная помощь. Острое отравление. Все? Хватит? Шабаш? А работа? Нет. Я же тоже вроде как на работе не ухожу. То есть, кто нас не отпускает сегодня? Вы скажите, кто? Нет. Мы же можем переключиться и сказать потом, кто не отпускает нас. Итак, коллеги, поступило еще несколько предложений, пожеланий от главных врачей, это коллективу, по тому поводу, чтобы еще раз озвучить острое отравление и сделать акцент на отравление суррогатами алкоголя и грибат. И фос тоже, я уже как посчитаю нужным, потому что я же вижу то, что происходит. Эти больные в основном в области концентрируются в областной больнице, в отделении интенсивной терапии, там где у нас работает и областной токсиколог. И вы знаете, и тяжелое отравление фосфороганическими соединениями сейчас. Ну, уже их нету, как раз летом были, период, когда дамы не половили и так далее. А сейчас перезлетем, 30 секунд сделаем. Порыв. Итак. Я еще немножечко сделаю меньшее разрешение, и мы перейдем к второй теме. Грибы были в этом году, были отравления угарным газом. Ну, суррогаты, понятно. Плохая тенденция сейчас есть отравление опятами. Опять появились товарищи, передозировка наркотиками. И в частности, такая, микс идет, передозировка. То есть, медикаменты, какие-то там, димедрол, эфедрин, все, что хотите, и оператор. И, значит, в этом году были укусы тоже пауков, каракурт, тарантул, я не помню, но узвонили, каракурт был тоже. Можно, да? Да. Так. Следующий слайд. Так, сейчас я перейдусь на дозу. Итак, острое отравление, диагностика, неотложная толщина. Накладочка пока, да? Сейчас я попробую, будет, дополнить, заново. Так, острое отравление, отравление. Вот это, оно, кстати, называлось отравление, да? Да. Есть смешение? Да, да, да. Ну, еще раз я повторю, отравление, это патологическое состояние, которое развивается вследствие взаимодействия живого организма с веществами различного происхождения, которые попадают в организм из окружающей среды. Это вы уже знаете. Следующий слайд. Еще раз напоминаю, есть две клинических стадии острого отравления. Почему это важно? Потому что антидотная терапия и детоксикационная терапия эффективны, очень эффективны в первую стадию, в оксиденную стадию. Токсиденная стадия – это момент, когда яд попал в организм и начало проявления специфического действия яда. Вот это токсиденная стадия. В эту стадию эффективна антидотная терапия. В эту стадию очень эффективна детоксикационная терапия. Если по каким-то причинам, но чаще всего причины по анализу нашей работы – это позднее обращение пациентов, это токсиденная стадия, переходит уже в соматогенную стадию, когда этого яда уже следы в организме. И он уже оказал свое специфическое действие, и есть повреждения различных органов в виде печеночной недостаточности, почечной недостаточности, дыхательной недостаточности. И тут уже тяжело. Здесь в этой стадии практически неэффективна антидотная терапия, она бессмысленна. Ну и эффективность остается еще детоксикационной терапией. Следующая стадия. Фазы острого отравления. Латентная фаза, фаза острых клинических проявлений и фаза выхода. И фаза выхода. Ну вот пример такой клинический. Несколько лет назад обратились в одно из приемных отделений больниц. Пациент обратился, молодой человек с родственниками, по ошибке выпил этиленгликоль в гараже. Ну доктор решил, что он все знает при отравлениях и провел такую детоксикационную терапию в течение двух часов. Это была как раз латентная фаза, она без клинических проявлений еще была. И отпустил домой. И отпустил домой. Ровно через сутки этого пациента привезли в коме, в кома-3, запределная кома, двухсторонний медряс, анурия, дыхательная недостаточность, судороги. Через два дня.